Встреча с чемпионатами по футболу Эта лавина медийного негатива будет постепенно нарастать в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году, который проводится в России. У нас есть серьезные основания полагать, что это станет одной из очень важных и центральных тем, которые будут тиражироваться в западных средствах массовой информации. Мы уже поднимали неоднократно эту тему на брифингах, разоблачая вот эти постановочные сюжеты, в частности говорили о британских средствах массовой информации, но это была лишь малая вершина айсберга. Сейчас нам стало известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем это не одно средство массовой информации, а целый ряд, получили в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения чемпионата мира по футболу в России. Сюжеты, темы, заходы были тоже проработаны, то есть не было предложено средствам массовой информации сфокусироваться на поиске каких-то таких сюжетов острых, а просто были разработаны тезисы, которые были предложены средствам массовой информации Великобритании для использования в своих материалах. Из них, из этих тезисов и сюжетов я могу, в частности, озвучить такие. Якобы отсутствие в России необходимой инфраструктуры и условий для проведения чемпионата, агрессивность российских болельщиков, непрофессионализм местных правоохранительных органов, неспособность гарантировать безопасность иностранных туристов. Кстати говоря, не исключено, что вот эти все предостережения для непосещения туристами Российской Федерации тоже каким-то образом связаны с предстоящим мероприятием. Вот вся эта история будет активно разыгрываться в преддверии проведения чемпионата мира в России в западных СМИ, но сейчас я говорю именно о британских. Мы прекрасно понимаем всю структуру воздействия и весь механизм воздействия на журналистов, в частности, Великобритании, поэтому подвигов от них мы не ждем. Мы прекрасно понимаем, что они должны отрабатывать хлеб, который едят, но со своей стороны в очередной раз призываем иностранных болельщиков не поддаваться этой пропаганде, пообщаться с любителями футбола, которые регулярно ездят в Россию на матчи и действительно в реальности имеют возможность почувствовать и гостеприимство, посмотреть на, сравнить инфраструктуру, посмотреть на те недостатки, которые есть реально, а не через призму вот этих пропагандистских материалов. Поэтому вспомните Сочи, вспомните, как пугали, через какие средства массовой информации пугали, кто конкретно пугал, и вспомните, что писали потом. Вот, в частности, корреспондент британской Дели Телеграф Ян Чадбанд отметил, что Россия отправила зрителей в захватывающий дух визуальное путешествие по истории страны. Дейли Мэйл Джонатан Мэкэвэй. Для России эта ночь ознаменовала собой возрождение как центра влияния постсоветского периода. Эта страна уверена в том, что её место за столом для почётных гостей после двух десятилетий сомнений и подавленности. Итальянская република написала, что церемония была пышной, как и предсказывали, такой же всеохватывающей, как и сама Россия. Каждый её классический эпизод был незабываемым. Вот, и в этот раз всё тоже будет интересно, масштабно и профессионально. Но ещё раз говорю, мы предупреждаем, что в британских СМИ начинается сезон активного чёрного пиара в отношении спортивного мероприятия в Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok